новая неделя декабря ничем особенным выделяться не будет то к чему мы привыкли за весь текущий год много информационного шума нервозность глобальная и личная неопределенность периодические срывы планов и договоренностей кажется за последние годы почти мы уже адаптировались к постоянному шторму так что новые потряхивания очередной декабрьской недели не будут шокирующими учитывая вышеизложенная предстоящая неделя вполне себе нормально и эффективно понедельник будет типичным не приписывайте апатию этого дня полностью на свой счет энергии понедельника совсем не помогают преодолеть тяготы зимы они стоят как вкопанные чтобы не набить шишек и не наломать дров на неделе вперед проведите понедельник в максимально спокойном режиме важных дел не планируем на судьбоносные встречи не отправляемся дорогостоящих контрактов не подписываем занимаемся повседневными рутинными обязанностями дом работа дом все без напряжения не надо в понедельник ходить по врачам и начинать большие путешествия для успеха такого рода дел однозначно нужен хороший запас энергии будьте максимально аккуратны с деньгами и документами их можно запросто потерять люди со змеей в карте в понедельник особенно уязвимы постарайтесь постелить себе соломки заранее и медитируйте вторник будет днем холодным но очень много воды в карте дня и вся она как на подбор янская то есть очень бурная энергия огня в этом дне почти нет есть довольно сильный металл тоже янской природы в итоге вторник может пролететь на космической скорости и самое главное тут плавно вписаться в его повороты самые лучшие занятия на вторник все что связано с общением и перемещением встречи переговоры переезды командировки выход на новую работу душевные посиделки с друзьями вечернее чаепитие с домашними планируйте все это на вторник не прогадаете обсуждать за чаепитиями лучше всего планы на будущее и пусть горизонт планирования сейчас не очень далекий все равно мечтать и строить планы нужно хоть на неделю вперед а там глядишь и до пятилетки доберемся позитивные начинания вторника могут быть омрачены внезапными событиями нарушениями планов повышенной импульсивностью окружающих а если это соединить с бешенными скоростями дня то мало не покажется в общем нам всем стоит быть максимально внимательными и аккуратными в общении и передвижении особо не рекомендуется начинать лечение люди с лошадью в карте и так уязвимые в декабре во вторник могут быть совсем обессиленными или наоборот ощущать что их куда-то неудержимо несет найдите себе якорь и не сильно активничайте среду чуть попустят энергии успокоиться и дадут возможность поработать в обстановке поспокойней при этом общие тенденции месяца продолжат действовать и мешать исполнению задуманного это стоит принять во внимание лучшее применение дня устроить генеральную уборку везде куда руки дотянутся помимо физической уборки домашних и или рабочих помещений рекомендуется практиковать наведение порядка и чистоты в личных и производственных отношениях в собственном теле в окружающей среде планируйте на среду разводы расставания разговоры о сепарации подачу заявления об увольнении устраивайте субботники и разборы завалов начинайте курс детокса и занимайтесь удалением ненужных частей тела например зубов энергии среды помогут сделать все вышеперечисленное максимально эффективно и безболезненно не стоит в среду планировать очень важные дела особенно те что касаются чего-то нового перенесите на другую дату открытия бизнеса не начинайте новый проект особенно если он требует дисциплины и пунктуальности люди с козой в карте в среду могут ощущать повышенное давление внешней среды не паникуйте угомоните эмоции они вам в среду только помешают в четверг в мир придет энергетический дубль этого года и снова мы погрузимся в мир тотально янских энергий мощных стремительных дающих силу как разрушать так и создавать новое по всем раскладам четверг будет днем скорее созидательным и этим надо обязательно воспользоваться планируйте на четверг все что потенциально умножит ваше благосостояние хорошо проводить встречи и переговоры по перспективным проектам привлекать инвестиции покупать дорогостоящее имущество устраивать церемонии открытия и презентации чего не надо делать в четверг так это брать в долг и давать обязательства которые трудно будет исполнить энергии четверга умножают в количестве результат всех телодвижений и есть риск влезть в кабалу неблагоприятно в четверг и посещать больницы и прочие лечебно-профилактические заведения перенесите эти визиты по возможности на другую дату люди с обезьяны в карте в четверг могут испытывать эмоциональные перегрузки берегите себя и активизируйте практики релаксации пятница день баланса все затраты компенсируются все усилия выравниваются равнозначными но противоположными в итоге заниматься в пятницу лучше всего тем на что у вас не хватает ресурса энергии дня его добавит напротив давать ход грандиозному проекту в этот день не стоит потому что шансы продвижения конкурентов уравняются с вашими лучше всего день подходит для того чтобы мечтать и планировать устройте коллективу стратегическую сессию сядьте с партнерами по бизнесу и проговорите как каждый из вас видит будущее организуйте вечер мечты для домашних и попросите каждого члена семьи особенно детей поделиться планами на будущее поверьте это будет лучшее времяпрепровождение для всех из негативных аспектов дня комбинация дня кролика и месяца крысы сочетание крысы и кролика называется наказание нелюбви и приводит к конфликтам и недопониманию еще одно толкование этой комбинации говорит о повышенном риске эротических авантюр а поскольку дело касается пятницы то вывод простой не желаете нарываться на приключения сидите дома с пирогами если же наоборот то вперед из песней незабываемый вечер вам обеспечен особенно это касается всех кроликов по дню и году люди же с петухом в карте дня должны опасаться травм и срывов планов вам точно стоит повременить с буйными развлечениями суббота наконец даст всем передохнуть дракон уравновесит карту дня и сделает субботу спокойной и стабильной энергии благоволят всему что делается в долгую от свадеб до подписания долгосрочных контрактов и покупки недвижимости планируйте на эту субботу бракосочетания церемонии открытия бизнеса инвестиционные сделки понятно что выходной понятно что устали но энергии декабря таковы что для важных дел надо выискивать удобные моменты особенно хорошо в субботу заняться шопингом и малым и большим отправляетесь за рождественскими подарками покупайте технику оформляйте сделки с недвижимостью сразу несколько аспектов дня благоприятствуют ценным приобретением особенно повезет тем у кого в карте есть собака дракон может открыть таким товарищем дорогу к деньгам иными словами сделки совершенные людьми с собакой в карте в этот день будут более чем удачно при этом сами собаки в субботу будут чувствовать себя не очень радостно их будут давить внешние обстоятельства а это сильно нервирует воскресенье стоит посвятить активному отдыху в компании близких и друзей энергии дня помогут поднять настроение остальное за нами день идеален для того чтобы отдохнуть и морально и физически и подготовиться к новой рабочей неделе запланируйте на воскресенье совместные вылазки на природу с детьми душевные посиделки за чашкой кофе с подругами просмотр футбольных матчей с однокашниками или чай с родителями звезда небесной добродетели утихомирит конфликты позрешит споры и поможет наладить взаимопонимание с важными для вас людьми не рекомендуется в воскресенье отправляться в большие путешествия и устраивать переезды энергии не настолько стабильная могут возникнуть разные форс-мажора помимо прочего день может принести мелкие неприятности с деньгами и документами если вы знаете за собой рассеянность будьте предельно сконцентрированы для тех у кого в карте свинья воскресенье может оказаться не самым удачным днем стоит просто переждать и все сложится наилучшим образом хорошие всем недели китайский гороскоп на неделю для крысы некоторые события первой недели месяца крысы могут выбить вас из колеи держите себя в руках соблюдайте умеренность во всем если делать несколько дел сразу перескакивая с одного на другое вряд ли получится довести задуманное до конца в попытках поспеть везде и всюду начнете суетиться наступать себе на пятки что может вызвать насмешки окружающих в начале недели может усилиться желание отправиться в путешествие пожалуй не стоит сразу паковать чемоданы влияние стихии месяца металла ян может сбить вас с толку китайский гороскоп для крысы на неделю предостерегает от неверного выбора для начала подберите маршрут просчитайте риски вероятно поездку лучше отложить сейчас она не ко времени в середине недели крысы ощутят внезапное волнение понедельник и вторник могут всколыхнуть душевные переживания трудно сохранять самообладание когда земля уходит из-под ног на всякий случай запаситесь легкими седативными средствами препараты на растительной основе помогут успокоить нервную систему мудрый человек предотвращает болезни они лечат их к выходным в делах сердечных наметится прогресс гороскоп на неделю для крысы прогнозирует повышенный интерес со стороны противоположного пола флирт комплименты признание в любви у вас появится повод поднять бокал за удачное завершение недели вместе с тем ожидания относительно романтических свиданий и интересных знакомств могут оказаться напрасными китайский гороскоп на неделю для быка главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни на досуге подумайте о том чего вам не хватает в отношениях негативное влияние стихии месяца металла ян может обострить ваше недовольство партнером китайский гороскоп для быка на неделю предлагает освежить чувство добавить немного перчинки в личную жизнь постарайтесь удивить партнера устройте ему в первые дни недели романтическое свидание период финансовой неопределенности пришел к своему завершению ближе к середине недели вам удастся стабилизировать материальное положение в день водяного тигра ошибки которые могут привести к денежным потерям практически исключены вы можете заключать договор финансового характера привлекать новых партнеров к управлению ресурсами из-за нехватки времени вы можете лишиться возможности заниматься любимым делом посвятите выходные своему хобби гороскоп на неделю для быка предлагает усовершенствовать имеющиеся навыки и умения вы готовы пойти дальше сделайте упор на изучение иностранных языков в будущем вы найдете применение своим знанием не экономьте на обучение китайский гороскоп на неделю для тигра главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни многих неприятных моментов в начале недели удастся избежать если следить за здоровьем в месяце стихии металла ян полезны любые меры направленные на укрепление органов дыхания китайский гороскоп для тигра на неделю советует практиковать гимнастику цигун чтобы насытить организм кислородом научитесь дышать правильно это несложно и полезно в делах тиграм следует придерживаться проверенных методов в середине недели могут появиться некоторые трудности понедельник и вторник обладает мягкой энергетикой постарайтесь обойтись без радикальных нововведений то что работало всегда будет для вас лучшим вариантом если вы боитесь что-то упустить помните цветы цветут в положенное им время в выходные вероятно знакомство которое со временем перерастет в настоящую любовь гороскоп на неделю для тигра советует проявить настойчивость в поисках второй половинки вы должны преодолеть свое нежелание выйти из дома отправляйтесь в кино на вечеринку или прогуляйтесь по вечернему городу ваши любовные фантазии обязательно осуществятся китайский гороскоп на неделю для кролика главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни чтобы быть более успешным проявляйте перфекционизм в мелочах посвятите начало недели наведению порядка на рабочем месте под влиянием стихии месяца особенно ярко проявляются практичность пунктуальность китайский гороскоп для кролика на неделю призывает вас не захламлять пространство вокруг себя порядок начинается с вас самих период финансовой неопределенности пришел к своему завершению ближе к середине недели вам удастся стабилизировать материальное положение в четверг ошибки которые могут привести к денежным потерям практически исключены вы можете заключать договор финансового характера привлекать новых партнеров к управлению ресурсами в выходные появится энергии для активного взаимодействия с родственниками гороскоп на неделю для кролика советует проявить изобретательность при решении семейных проблем найдите способ ненавязчиво помочь родителям даже если они напрямую не попросят об продолжение вы сможете уладить сразу несколько неотложных дел не заостряя на них внимание китайский гороскоп на неделю для дракона главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни что касается вашего здоровья прогноз оптимистичный но не забывайте о мерах профилактики влияние стихии месяца может привести к ухудшению работы дыхательной системы китайский гороскоп для дракона на неделю предлагает освоить технику осознанного дыхания эта практика позволяет поддерживать организм в тонусе без особых усилий период финансовой неопределенности пришел к своему завершению ближе к середине недели вам удастся стабилизировать материальное положение в четверг ошибки которые могут привести к денежным потерям практически исключены вы можете заключать договор финансового характера привлекать новых партнеров к управлению ресурсами возьмите на себя заботы по дому выходные вам придется потрудиться гороскоп на неделю для дракона советует заняться простыми бытовыми делами будьте на готове не исключено что вас порадуют визитом дальние родственники или состоится давно запланированная встреча с приятелями проявите гостеприимство устройте прием на высшем уровне китайский гороскоп на неделю для змеи первая неделя месяца крысы благоприятна для планирования подумайте насколько вы довольны жизнью постарайтесь выбрать такую стратегию которая принесет максимальную пользу оставьте спешку и суету абстрагируйтесь от всего происходящего серьезность в делах чрезвычайно важно хорошее начало месяца залог вашего дальнейшего успеха сделайте свой дом уютнее чтобы начать неделю с ощущения легкости в этом месяце особую значимость приобретают вещи доставляющие эстетическое удовольствие китайский гороскоп для змеи на неделю советует вам озаботиться состоянием жилища поменяйте обстановку расставьте повсюду цветы впустите в жизнь больше воздуха и света период финансовой неопределенности пришел к своему завершению ближе к середине недели вам удастся стабилизировать материальное положение в четверг ошибки которые могут привести к денежным потерям практически исключены вы можете заключать договор финансового характера привлекать новых партнеров к управлению ресурсами в выходные пустяковые ссоры с родителями могут испортить вам настроение гороскоп на неделю для змеи предостерегает от грубости и нетерпения не стоит разрушать отношения из-за глупых обид сосредоточьтесь на том что происходит здесь и сейчас вероятно вашим родителям нужна помощь по хозяйству вместо препирательств займитесь делом китайский гороскоп на неделю для лошади главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни доверившись воображению вы сможете перенестись в любое место под влиянием стихии месяца активизируются фантазии и образное мышление китайский гороскоп для лошади на неделю советует подумать об отпуске если такой роскоши как отдых в ближайшее время не предвидится начните продумывать нюансы будущей поездки прямо с первых дней недели в середине недели могут возникнуть мелкие денежные проблемы лошади должны подумать над сокращением необязательных расходов понедельник и вторник хорош для необременительных дел финансовые вопросы будут решаться легко если вы перестанете тратить деньги на ненужные вещи и начнете копить любое действие требует усилий без ветра трава не колышется в выходные лишь собственная неорганизованность может помешать вашему комфортному и приятному времяпровождению гороскоп на неделю для лошади рекомендует поскорее избавиться от нудных домашних обязанностей привлеките к хозяйственным хлопотам домочадцев организуйте совместную уборку покончив с делами вы можете предаться радостям отдыха китайский гороскоп на неделю для козы первая неделя месяца крысы благоприятно для планирования подумайте насколько вы довольны жизнью постарайтесь выбрать такую стратегию которая принесет максимальную пользу оставьте спешку и суету абстрагируйтесь от всего происходящего серьезность в делах чрезвычайно важно хорошее начало месяца залог вашего дальнейшего успеха что касается бытовых вопросов в начале недели избавьтесь от всего лишнего отравляющего вашу жизнь воздействие стихии месяца смещает акценты в сторону практичности китайский гороскоп для козы на неделю предлагает навести порядок в шкафу квартире и даже жизни без сожаления выбрасывайте все что приносит вам больше вреда чем пользы период финансовой неопределенности пришел к своему завершению ближе к середине недели вам удастся стабилизировать материальное положение в четверг ошибки которые могут привести к денежным потерям практически исключены вы можете заключать договор финансового характера привлекать новых партнеров к управлению ресурсами непродолжительные приступы мигрени могут омрачить ваше настроение проведите конец недели в расслабленной обстановке гороскоп на неделю для козы напоминает о благотворном влиянии йоги на общее состояние здоровья практикуя статические асаны и медитативные техники вы обретете чувство ясности и порядка в голове в котором не будет места боли китайский гороскоп на неделю для обезьяны главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни в вопросах недвижимости доверьтесь интуиции под влиянием стихии месяца может появиться некая зашоренность чтобы не столкнуться с обманом китайский гороскоп для обезьяны на неделю советует не доверять выгодным предложением начните неделю с анализа ситуации на жилищном рынке благодаря чутью вы сможете найти лучшее предложение вопросы профессионального характера будут решаться особенно легко если в середине недели обезьяны смогут заслужить одобрение коллег понедельник и вторник обладает мягкой энергетикой что положительно влияет на отношения между людьми не тяните одеяло на себя претендуя на роль лидера в коллективе будьте прозорливы один воин слабый воин в выходные не увлекайтесь алкоголем эмоциональное состояние крайне нестабильно гороскоп на неделю для обезьяны рекомендует заняться очищением организма замените тонизирующие напитки травяными отварами свекольным и рябиновым соками попробуйте вести в рацион зеленые коктейли результат будет заметен сразу и сохранится надолго китайский гороскоп на неделю для петуха некоторые события первой недели месяца крысы могут выбить вас из колеи держите себя в руках соблюдайте умеренность во всем если делать несколько дел сразу перескакивая с одного на другое вряд ли получится довести задуманное до конца в попытках поспеть везде и всюду начнете суетиться наступать себе на пятки что может вызвать насмешки окружающих всегда быть на высоте и чувствовать себя прекрасно легко выполнимая задача под влиянием стихии месяца возрастает потребность в эстетическом удовольствии китайский гороскоп для петуха на неделю советует присмотреться к новинкам модной индустрии начните неделю с преображения пусть и незначительного доверьтесь своему вкусу удачно решив финансовые вопросы петухи смогут вздохнуть свободно в середине недели их материальному благополучию ничего не угрожает в понедельник и вторник легко обойтись минимумом денег покупки окажутся очень выгодными при желании вы сможете закрыть все кредиты раздайте долги и постарайтесь не делать новых знающий меру не осрамиться в конце недели вас могут беспокоить боли в груди утомляемость головокружения гороскоп на неделю для петуха рекомендует занятие йогой в качестве верного способа справиться с недомоганием практикует рай йогу вы сможете развить гибкость тела укрепить мышечный корсет и что не менее важно добиться гармонизации внутреннего состояния китайский гороскоп на неделю для собаки главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни чтобы избавиться от токсичных вещей отравляющих жизнь начните неделю интересно отступив от привычного пути воздействие стихии месяца придает характеру твердость заряжает оптимизмом китайский гороскоп для собаки на неделю предлагает заняться любимым делом хобби отличный способ справиться со стрессом а может и заработать период финансовой неопределенности пришел к своему завершению ближе к середине недели вам удастся стабилизировать материальное положение в четверг ошибки которые могут привести к денежным потерям практически исключены вы можете заключать договор финансового характера привлекать новых партнеров к управлению ресурсами откажитесь от сильных физических нагрузок в конце недели дайте себе возможность восстановиться гороскоп на неделю для собаки советуют посвятить время изучению методов укрепления иммунитета чтобы повысить защитные силы организма предотвратить развитие хронических заболеваний делайте контрастное обливание хотя бы кистей рук и стоп китайский гороскоп на неделю для свиньи главная ценность первой недели месяца крысы стабильность возможно не получится добиться сколь-либо существенных результатов но это не главное важно определиться со своими целями хотя бы в краткосрочной перспективе действуйте размеренно и обдуманно не принимайте радикальных решений способных изменить ваш привычный образ жизни тщательно следите за самочувствием если не хотите усугубить проблемы со здоровьем негативное влияние стихии месяца приводит к расстройствам пищеварения китайский гороскоп для свиньи на неделю напоминает о необходимости соблюдать режим питания начните неделю с составления меню отдайте предпочтение овощам и кашем из цельных круп в середине недели представители знака будут заняты обдумыванием сложившейся ситуации в понедельник и вторник логическое мышление ослабевает зато возникает тяга ко всему мистическому прислушайтесь к снам вероятно в них сеть рациональное зерно следуй за собой всегда смотри на вещи со светлой стороны а если таковых нет натирай темные пока не заблестят продумайте свой досуг заранее не дожидаясь выходных гороскоп на неделю для свиньи предлагает увлечься каким-нибудь делом вызывающим приятное волнение если вы не являетесь сторонником экстремальных видов отдыха попробуйте себя в кулинарном искусстве займитесь изготовлением шоколада конфет или росписью пряников близкие люди оценят шоколада конфет или росписью пряников близкие люди оценят шоколады 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 шоколады